поехали смотреть места исторически желанцы бог произошла последняя битва богдана 1650 каком-то году мы это уточним там у нас учил польскую армию вместе с королем союзниках у богдана были татары была надежда что измором возьмут все-таки поляков зимой время шло сентябрь октябрь ноябрь поляки бы должны были капитулировать на выгодных условиях или заключить перемирие скажем иначе заключили они сепаратно с турками турки решили что не надо добивать поляков пусть вся эта неопределенность так и останется и в ту же осень богдан получил известие о том что в молдавии погиб сын его тимош тимофей во время осады ищу жванецкий замок у меня есть отметка на карте местные оказывается не знают где он находится ничего там нет говорят нет да есть вроде но я не стал ввязываться в долгие споры такое часто бывает они знают главную достопримечательность показывают рукой нахотин охотинский замок а это так что-то в поле стоит вот это замок 15 век конечно для одной из машин остальное разобрали колхозные постройки просто разрушили время войн бесконечных что интересно здесь есть дот что-то голосовое хорошо слышно дети что-ли купаются боже как я им завидно но я сегодня искупаюсь позже хорошо позже это я себя так уговариваю не волнуйся, нервничай не трать свои сил ты искупаешься сегодня в первое время ты искупаешься вот зарос изрядно тут большая высота как большая, метр три-четыре есть там барзуры или нет наверное есть, вон видно это северная пятигранная башня то есть их было несколько вон хоум видно это еще одна вот еще одна и вот еще одна по крайней мере четыре башни можно легко найти скорее всего пятая вон там примыкает к огородам вот это и есть река Жванчик у нас здесь не вдалеке впадает в Днестр а вот тут, чуть замком прикрыто, течет река Кармалитанка или Кармалитаневка вот так раз и впадает Жванчик сейчас мы на нее посмотрим вот она эта речка нюанс так и зевается здесь orta нюанс не нюанс нюанс Малетанка зеленее, намного жонче. Мы, наверное, не истребуем купаться. Здесь какая-то пещера. Нет, пещера не пещера, нижний ярус. Здесь прохлада сквозь очок. Здесь прохлада сквозь очки. Такие мирные пейзажи. Лодки на берегу. Летний хороший день, прям классический пейзаж. Замусорено, но не сказал бы, что происходит. В этот долг еще и впечатлее. Все здесь сухо, влаги нет. А это верхний ярус. Упачки мои упали. Камни потихоньку обветриваются. Даже самый большой. Гладко, практически без кирпича. Нет кирпича. Звездковый раствор. Отличный. Где можно закончить с батарейки в камере. Да, слоится камешек. Все потихоньку приходит в упарок. Лето, зима. Все выветривается. Какие отверстия. В стенах интересные. Вообще. Вкладка уже потихоньку. Тоже старится. Теряет свою крепость. Освещается какими-то составами. Теряет крепость. Красиво вложен верхний ряд. Кажется, что этому сооружению миллион лет. Около полувека. Около полувека. Может быть меньше. Наверное меньше. Скорее всего первые постройки полувековой давности. Поехали. Ну вот этот пейзаж точно напоминает некие работы передвижников. Тихая речка. Заводи всевозможные. Они любили ездить по провинции. Ухватывать такие виды. На YouTube летом ездили. Хорошие были ребята. Много чего. Приятного сделали. Я помню один мой знакомый школьник сравнивал Шишкина с фотоаппаратом. Подумаешь, художник. Современный фотоаппарат может тоже. Обидное он говорил. Нехорошее. Так наверное быть. Сам сюжет найти. Это. Большой идеал. Не говоря уже о том что. Нарисовать картину. В красках. Убрать лишнее. Усилить впечатление. И вообще художник это философия. Шишкин. Шишкин. Философ. По своему. У него была концепция видения мира через природу. И он постоянно воспроизводил свою философию в картинах. И это прекрасно. Философия. Философия.